Будет сформирован план законодательской работы, который будет согласован с людьми природой, потому что очень много законов зависит от них природы, насколько нормативно правовое обеспечение полностью зависит от них. Мы понимаем, что принять закон — это важное дело, но каковы нормативно-правовые акции, которые раскрывают некие вещи, связанные с нормативами и так далее, так все на цифровой технике производства. Поэтому у нас будет такой совместный план, на ближайшие несколько лет, причем выстроены в позиции приоритета выполнения. Путин пойдет вклад в работе. Поэтому давайте начнем работу. И с вами Александр Чапогасович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я остановлюсь на результатах обладательских деятельностей в сфере обучивающего хозяйства. Расскажу о том, какие у нас планы и кто сейчас находится в производстве. И отвечу на ваши вопросы. За 17-й год, как вы уже все знаете, удалось реализовать статью 171, преодолев противоречия по предоставлению юридических мыслей, которые осуществляли пользование на основании благослуживших лицензий и собирались переходить на АПС. Но, к сожалению, не все регионы в достаточной степени поняли, как тем умысел должна быть реализована эта норма закона. Я просто справочно вам скажу, что нам просто имущество постановления инфекционного фуда, которое определяет порядок перехода на АПС для тех, как пользователей, площадь АПС, приношает максимально больше соответствующих приказов на переводе. Такие законопроекты, приоритетные в континентском поручении президента Российской Федерации нам удалось привести до площадки правительства Российской Федерации. Должение следует... ...производит... 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 В этих областях снежных, то есть этот инспектор может составлять соответствующие протоколы в лесной сфере и в сфере незаконного искусства водно-индеологических и соответственно инспектора, которые являются работодателем в гос. лесоохранной надзоре, имеют право составлять протоколы, так сказать, в сфере госзаконного надзора или с нового законодательства. В развитии этого возготовлены два законопроекта. Первый законопроект – это по социальной защите, работодателем в гос. лесоохранной надзоре. Второй законопроект – это законопроект, регулирующий порядок использования служебного оружия, в том числе, что особенно актуально для его хранения. Они существуют в принципе так. Порядок обеспечения форменного мангирования, порядок определения образцов этого форменного мангирования. То есть вносит уточняющие нормы, от которых зависит очень много. Существующая регулирующая законопроект – это совершенствование того, что законодательства начали предоставить материал томатриобральу лецитậtра. Здесь полностью беззаконный проект напрямую связан с выполнением по поручению архитектов, в связи с этапным увеличением Это позвоночный вопрос для всех субъектов Российской Федерации. Я вам доложу, что на площадке МФИНа принято консолидированное решение после трех согласительных комиссий о реализации следующего подхода. Общий размер субъектов за счет по новой методике МФИНа будет составлять 3,3 млрд. рублей. Плюс 1,2 млрд. тот, который вы уже сейчас получаете. Обеспечить целевое направление 20 субъектов субсидий. Принято решение внести изменения в режиме кодекса и распределив 30% умножения в уступлении средств отставок сбора в размере 70% в федеральных бюджет и 25% в бюджет Российской Федерации. Но, что особенно актуально, эти 75% вернутся плану регионным кризисовым субсидий. Таким образом, мы рассчитываем, что в 2020 году регион получит 4,5 млрд. субсидий несколько миллиардов кризисов, которые сейчас имеются. Достаточно актуальным является законопроект по введению так называемого оборудования на порядке совершенственной выдачи обрученных веков. А в первых, изменённый срок. И я в этот билет приходит, обращаюсь к вам сегодня снова, поэтому стоимость билета, расчетная по крайней мере всего проекта, это 3,5 тысячи рублей. И самый важный момент, это то, что билет будет удаваться после проекта знаний и требований на охоте мини, для того, чтобы изменить у нас пополнение армии страхов, как их называют. Потому что в свое время его никто не научил, и он этого не знает. Вчера были из другого конкурса или выпали из другого конкурса, и тут приезжают по одной охоте, и я даже не знаю, на той стороне, подойти к этому кружению и двое охотников. Правильники безопасности, они зачастую просто не знали, как соблюдать. Значит, бывали законопроекты, частью совершенствования обхода, введения обход хозяйственного реестра. Это речь идет о том, что все обходы реестра, поступающие в субъектах Российской Федерации, будут на федеральном уровне обобщаться, анализироваться и выдаваться информацией, которая будет большей части в общем доступе. Это позволит вам, как операторам этой системы, выходить и пользоваться этими данными без этих ограничений. Это нужно, кстати, в том числе для определения и медиа-терактивных решений связанных с субъектами обходящего хозяйства. Значит, достаточно актуальный проект, о котором мы давно говорим, о котором давно ждали, но так согласовывается со всеми директорами исполнительной власти и внесены в правительство. Это законопроект, уточняющий регулирование находящихся ресурсов. Вводится нормам безоплагательного взъявления обход хозяйственных работ ресурсов. Это связано с масштабностью нашего субъекта Российской Федерации. Неотколько студентов, которые принимают генеративные, повезения того или иного ресурса. Более того, на площади и общей доступности, на полугодии вы знаете, сейчас достаточно сложный правой организм сложился. Физические лица, являющиеся охотниками, не имеют права принимать участие в культуре. Подаем предоставляем такое право им, предоставляем такое право вам без оглядки выдавать разрешение, соответственно, при определенных основаниях физическим лицам. Задают вопрос многие, а как же штатная работа? Они опять, я подумал, остались у нас с абортов. Нет, штатный сотрудник полномочного органа является охотник, мы не слышим, что потом не может быть в долгом разрешение на приявление того или иного вида общего субъекта. Значит, достаточно слабоотделенный актуальный законопроект, который подготовлен до исполнения решения инвестиционного суда по обновлению нормы 43 закона обработки, касается применения ветеринарных препаратов. Месяц назад прошло, после месяца назад прошло постановление инвестиционного суда, которое обязало федерального регулятора принять за счет каких средств. Таким образом, в охотном ходе будет применяться ветеринарные препараты, они по один день для обеспечения, в том числе и профилактических мероприятий, которые направлены на, скажем так, ветеринарную безопасность. Это касается, в основном, внешенства, касается негазонозных инфекций для человека, неизвольств. По поводу у нас такое. Эти пищи должны выполняться за счет федерального бюджета, для российской федерации. При обретении и барахта должно осуществляться за счет федерального бюджета, применением уже, применением бюджетов перед него. Первый уклаждальный закон об охоте, который вносит изменения в порядок подготовки и лечения собак на территории облигно-покосочной инфраструктуры. Здесь приготовлены два приказа. Проекты приказа. Первый проект приказа о порядке содержания и разведении охотничьих ресурсов на объектах охотничьей инфраструктуры. Второй закон об проектах, то, что касается непосредственного применения охотничьих конструкций. В ближайшее время этот законный проект будет возмущен на юридичной природе и на общем доступе. Я прошу вас обратить на него особое внимание и по возможности отразить вашу точку зрения. Мы постарались максимально аккуратно использовать этот термин, ограждающий конструкцию для того, чтобы с одной стороны не оборвать эволюционные вещи, связанные с развитием охотничьихся руководствов, а с другой стороны сохраним все-таки племенное ядро наших собак. Собак охоте основных охотничьих порог, которые в этом законном проекте. Это основные маленькие. Это нормы собачьих. Законный проект направлен на развитие инфраструктуры и на защиту интересов инвесторов, которые в раму объединения охотничьего хозяйства осуществляют развитие полярного хозяйства. И в этой части я считаю, что законный проект тоже крайне актуален. Следующий законный проект – это проект федерального закона, предусматривающий возможность устранения излишних административных болей. Что я имею в виду? Этот законный проект будет направлен в первую очередь на возможность развития инфраструктуры охотничьего туризма. Сейчас, к сожалению, пригласить иностранного охотника с оружием, имеют только опыт пользователей, у которых есть наличие по хозяйственным соглашениям. Даже кто имеет долгосрочную лицензию, такими правами не обладает. Те юридические лицензии, которые выступают в качестве автофильтера, им крайне тяжело работать на рынке операторов, связанных с разъединением обыкновенного охотника, потому что они не могут пригласить, не могут оформить разрешение на охотник. В начале 1990-х у нас в объеме иностранных туристов, количество иностранных туристов, которые выезжали в Север-Петербург, было более 12 тысяч человек. Сейчас не более тысячи. Это не допустимо. Также это связано с возможностью у юридических лиц долгосрочных, как я их называю, в установленном порядке охотники соответствующие документы на наличие производственных охотничественных дорог, ну и еще ряд моментов. Крайне актуальным законопроектом федерального закона, и требующие обороты продукции. Здесь законопроект достаточно масштабный, системный, поэтому хотели бы услышать тоже ваше мнение. Законопроект, в соответствии с этим законом, установлены размеры крупного и особо крупного ущерба, соответственно, 40-120 тысяч. И в контексте реализации планов графика, подготовки нормативно того, как это необходимо для реализации этого федерального закона, нам необходимо в министерстве разработать методики определения куклы и особо крупного счета. Это тоже в ближайших планах, в которых в ближайшее время мы будем заниматься. Я считаю, что здесь мы будем дать личный факт, чтобы, скажем так, может быть рассмотрено и реализован так административное нарушение, не вероятно, не вероятно, не вероятно, не вероятно. Подготовлена новая редакция приказа, определяющая методические подходы к проведению зимнего маршрута ущерба. Мы вчера на площадке столе немного затронули. Значит, там есть вещи, которые дают больше прав регионам, с одной стороны, с другой стороны, дают возможность пользователю при снижении объема работ, которые необходимы для проведения зиму, получить достаточно репрезентативные, достоверные результаты этих учетов. Ну и один из подходов, который мы по-ближнему будем пытаться делать, это периодичность проведения зимнего маршрута ущерба. И это достаточно актуально. Для тех пользователей, которые не собираются увеличивать год, будем предоставлять право, по крайней мере, такие мысли есть, рассмотреть возможность сменения диагностики проведения зиму, красный период. Вот коротень о тех законопроектах, которые уже унесены, и которые мы собираемся разрабатывать в будущем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова